Уважаемые коллеги, Рашита Вахидна закончила свою лекцию словами об оптимизации, индивидуализации лечения наших пациентов. Поэтому мой доклад на экспериментальной работе о том будущем, которое может быть завтрашним днём. Это те пациенты, которые уже с исчерпанными возможностями, пациенты, которые получили все стандартные линии терапии, пациенты, которые остаются один на один со своей болезнью, пациенты, которые в поиске новых методов, новых технологий, пациенты, которые знают в некоторых моментах больше, чем знают наши доктора. И это связано с тем, что за рубежом в различных медицинских университетах, центрах развиваются нетрадиционные экспериментальные методы, основанные на изучении иммунной системы и на изучении тех возможностей, которые мы можем дать нашим пациентам. И прошедшее десятилетие изучения биологии рака было отмечено растущей оценкой роли иммунитета, в том числе и у больных раком молочной железы. Было показано, что мутации в геноме раковой клетки могут привести к тому, что будут выявляться мутантные рако-тостикулярные антигены, экспрессия которых подавлена в нормальных тканях, и эти антигены реэкспрессируются в опухоли. Было также установлено, что экспрессия рако-тостикулярных антигенов коррелирует с неблагоприятным прогнозом, с диссеминацией опухоли, с поздней стадией заболевания. Рако-тостикулярные антигены было показано, экспрессируется в трижды негативных раках молочной железы, люминальных и других подтипах рака молочной железы, что определило цель этого исследования. Также было показано, что рако-тостикулярные антигены являются чрезвычайно интересной мишенью для разработки новых методов иммунотерапии, вакцинотерапии, так как их селективная экспрессия может минимизировать иммунологическую толерантность и риск аутоиммунных заболеваний. Таким образом, противоопухолевакцинотерапия – это метод активной специфической иммунотерапии, основанный на специфических цитотоксических реакциях лимфоцитов, которые приводят к разрушению генетически измененных опухолевых клеток. И актуальность также связана с тем, что при изучении иммунной системы, взаимоотношении клеток иммунной системы и опухолевых клеток можно определить, как определил Финн в своей работе, что это как двуликий янус. То есть человек – это дренеримский бог, бог дверей, открыт вход и выход, где показано лицо молодого человека, который смотрит в будущее, и лицо старого человека, который смотрит в прошлое. Если, скажем, посмотреть с этой точки зрения на что происходит при взаимоотношении клеток иммунной системы и опухолевых клеток, вначале иммунная система распознает генетически измененные, трансформированные опухолевые клетки и их элиминирует. В дальнейшем наступает равновесие. Равновесие посредовано тем, что некоторые распознаваемые опухолевые клетки разрушаются, но остаются неузнаваемые иммунной системы и опухолевые клетки, которые уклоняются от иммунного ответа. И уже на этапе уклонения и опухолевого роста мы клинически можем определить опухолевый очаг, и в этот момент мы начинаем лечить нашего пациента. Но в процессе лечения может наблюдаться увеличение опухолеактивированных иммунокомпетентных клеток. К этому приводит и химиотерапия, и лучевая терапия. И иммунная система начинает распознавать опухолевые клетки и включается в противоопухолевый иммунный ответ. Но в процессе лечения, в процессе течения заболевания наступает этап, когда снова опухолевые клетки начинают уклоняться от иммунного ответа. Но иммунотерапия может контролировать опухолевый рост. То есть это этап, который следует изучать, то, что говорили в предыдущих лекциях. Это этап, когда мы можем воздействовать на иммунную систему, на опухолевые клетки с помощью изучения клеток иммунной системы. В настоящее время проходят клинические исследования с использованием антигенопрезентирующих дендритных клеток в лечении различных нозологических и онкологических заболеваний. И вы видите, что число таких исследований увеличивается. И в 2017 году мы видим, что 28 исследований проводятся уже в третьей фазе клинических исследований. Разработка способа активной специфической иммунотерапии, вакцинотерапии у больных раком молочной железы, имеет длительную историю. Этот метод разработан для лечения пациентов меланомой, другими локализациями. И важным в этом исследовании является изучение экспрессии рако-тестикулярных антигенов у пациентов раком молочной железы. Сама технология предполагает получение образца опухолей, изучение экспрессии рако-тестикулярных антигенов, получение дендритных клеток, их обучение распознаванию этих рако-тестикулярных антигенов в лабораторных условиях, иммунотерапия пациента, вакцинотерапия и оценка эффективности этого метода лечения. Принципы создания противоопухолевых вакцин имеют свои определенные киты. Это должны быть специфичные вакцины, иммуногенные, обладать стабильностью, воспроизводимостью, безопасностью и клинической эффективностью. При разработке этой технологии нами использовались различные ростовые факторы, факторы дифференцировки. Производился подбор доз, который был оптимальным для получения дендритно-клеточных вакцин. Были получены характеризованные клеточные линии с высокой экспрессией рако-тостикулярных антигенов и изучением ответа на этот антиген в различных лабораторных тестах, таких как Элиспот, Клеточная Элиса и так далее. Иммуногенные клеточные линии с высокой экспрессией рако-тостикулярных антигенов, они депонированы в банке клеточных культур, клеточных линий нашей Российской Федерации. Характеризован иммунофенотип дендритных клеток на разных этапах созревания. Необходимо понимать, что дендритные клетки не зрелый фенотип, имеют определенный портрет и зрелый фенотип. И наши пациенты с распространенным опухолевым процессом не всегда могут экспрессировать все те антигены, которые требуются и которые должны быть в вакцинном препарате. Важным является выбор культуральных сред, и здесь также оптимизированы все условия получения дендритно-клеточных вакцин. Важным является наблюдение за поведением клеточных линий, клеточных культур в лабораторных условиях. То есть введение клеточной культуры требует анализа данных тех, которые отражают состояние клеточной вакцины, клеточного биологического препарата. И здесь мы видите те современные подходы, оборудование, которые позволяют изучать клеточные популяции, отбирать наиболее агрессивные клоны, получать антигены, которые экспрессируются на этих агрессивных клонах, на клеточных линиях, которые прошли более 40 пассажей, их уже можно назвать клеточные линии, и индивидуализация приготовления противоопухолевых дендритно-клеточных вакцин. И здесь вы видите дендритные клетки, которые нагружаются опухолемилизатом. Это система наблюдения за живыми клетками в системе СОЛА-КЮ. И мы видим, насколько активно дендритные клетки распознают чужеродный антиген, насколько он для них интересен. И очень важным при получении вакцины дендритных клеток необходимо изучать те условия, которые будут оптимальными для хранения вакцинных дендритных клеток. И сейчас вышел закон о биомедицинских клеточных продуктах, поэтому все, что здесь перечислено, является очень важным, актуальным для характеристики, для лицензирования клеточного продукта. Какие же пациенты вошли в наше исследование? Это пациенты с трижды негативным раком молочной железы после как минимум четырех линий химиотерапии с включением препаратов платины, токсанов, антрациклинов, фторпиримидинов. Это люминальный хердванео отрицательный подтип рака молочной железы также как минимум после трех линий гормонотерапии с включением антиэстрогенов ингибиторов ароматазы и как минимум трех линий химиотерапии с включением вышеперечисленных химиопрепаратов. Пациенты с положительным подтипом HER2-неоположительным подтипом рака молочной железы после прогрессированной на фоне анти-HER2-терапии и также как минимум трех линий химиотерапии с включением препаратов платины, токсанов, антрациклинов, торпилимидинов. Для того, чтобы пациенты могли получать этот вид терапии, больные подписали информированное согласие, был гистологически подтвержденный диагноз рака молочной железы, наличие биологического материала для оценки генетических маркеров, объективно оцениваемые опухолевые очаги, функциональный статус до 2 баллов по шкале ЕКОК и ожидаемая продолжительность жизни не менее 12 недель. Также для того, чтобы пациенты могли получать этот экспериментальный вид терапии, у них должно быть прогрессирование после стандартной терапии рака молочной железы. Предшествующее лечение не менее чем 4 недели, а также восстановление после нежелательных явлений предшествующего лечения. Отсутствие прогрессирующих метастазов в головном мозге после радио- или хирургического лечения, не требующие применения кулигокортикоидов. Важными также являются лабораторные показатели, то есть отсутствие признаков токсичности более чем 2 степени, в том числе лимфопения. Для нас очень важны были показатели содержания лимфоцитов в клиническом анализе крови. Было допустимо повышение трансаминаз 2 степени при поражении печени, педостатическом поражении печени. Повышение щелочной фосфатазы 3 степени при поражении костной системы. А также содержание гемоглобина 2 степени при повышении, возможно, допустимой гемотрансфузии. Важным являлось отсутствие признаков токсичности более чем 2 степени. Противопоказанием являлась беременность или кормление грудью, декомпенсация сопутствующих заболеваний, высокая вероятность применения глюкокортикоидов во время лечения сопутствующего заболевания, наличие острого инфекционного процесса, а также агрессивное течение опухоли, то есть прогрессирование на предшествующем лечении менее чем в течение 2 месяцев. Анамнез метастатического процесса менее 6 месяцев. Два и более неблагоприятных прогностических фактора, специфичных для рака молочной железы. Противопоказанием также является аутоиммунное заболевание, кроме витилиго или аутоиммунного гипотириоза, контролируемого на фоне заместительной гормональной терапии. В исследовании не включались пациенты с психическими расстройствами или пациентами, которые не способны следовать лечебным процедурам или предоставить информированное согласие. Одновременное включение в клиническое исследование с новым исследуемым препаратом, а также сопутствующая противопухолиотерапия не описано в данных рекомендациях. Пациенты были исключены из этого исследования при непереносимости токсичности терапии, а также при лучевых методах диагностики или клинических данных, которые свидетельствовали о прогрессировании заболевания. Также в прекращении иммунотерапии был отказ пациентов от продолжения лечения или, скажем, пациент не выполнял процедуры в соответствии с рекомендациями, а также развитие заболеваний или состояний, препятствующих продолжению лечения. Критериями оценки иммунотерапии оценка безопасности оценивалась в соответствии со шкалой токсичности, которая принята для лекарственной терапии. Оценка клинической эффективности проводилась в соответствии с критериями рецисты и рецист. Иммунологическая эффективность оценивалась методами реакции гиперчувствительности замедленного типа или байстендеровский эффект через 24-48 часов, а также лабораторными тестами. Какие же клинические результаты мы получили? В исследовании включено 14 пациентов. Это пациенты с гормоночувствительной гормонотерапией, трижды негативные, и один пациент, который был с положительной экспрессией ХЕРТВАНЕО. 20% пациентов, то есть 3 пациента, у 3 пациентов зарегистрирован частичный регресс, у 7 пациентов стабилизация заболевания и у 4 пациентов 30% прогрессирование заболевания. То есть медиана времени без прогрессирования составила чуть более 8 месяцев. Средняя от 6,5 до 10, практически до 10 месяцев. Что это были за пациенты? Пациенты, у которых был зарегистрирован частичный регресс. На данном слайде представлена пациентка 37 лет. Она начала лечение, когда ей был 31 год, в 2010 году. Рак молочной железы, гормоночувствительный. И пациентка, ки-67, на момент диагностики был 25%. Гистологически это была инвазивная карцинома правой молочной железы, люминальный Б-подтип. Она получила неодевантную полихимиотерапию, 4 курса по схеме АЦ, доксорубицин с циклофосфамидом, и 4 цикла таксотера, дацитоксела. И у пациентки был зарегистрирован регресс на 95%. В мае 2011 года пациентка получила хирургическое лечение. Это была секторальная резекция правой молочной железы с акселлярной лимфодисекцией. Но уже в августе этого же года больной было зарегистрировано прогрессирование заболевания. Назначен тамоксифен, гозелилин. И контрольный ПЭДКТ в ноябре 2012 года выявил метаболическую активность, которая была зарегистрирована в области послеоперационного рубца. В декабре 2012 года была произведена операция двухсторонней мастектомии с одномоментной пластикой имплантом. Но в ноябре 2014 года, получается, через 2 года, диссеминация опухолевого процесса. По данным ПЭДКТ всего тела, были обнаружены метастазические поражения медиастинальных, паратрихиальных лимфоузлов, правого супраклавиокулярного лимфоузла, метастазы в 8-м сегменте печени, в ТН12 позвонка. И была осуществлена диагностическая видеотеракоскопия. Это было в ноябре 2014 года. Иммуногистохимически было установлено, что это метастаз рака молочной железы. И здесь уже 80% эстроген положительных клеток, прогестерон 2%, HER2-нео отрицательный, ИКИ-67-75%. С декабря 2014 года пациентка получает химиотерапию поклитоксил, далее полихимиотерапию таксол, карбоплотиновастин, 6 циклов, и остеомодифицирующие агенты, а также гозариолин. Все это она получает 6 месяцев. По данным МРТ от июня 2015 года, метастазы в 8-м сегменте печени, появились 2 подозрительных очага в 5-м сегменте печени, и пациентка начинает получать лечение в Турции, в Стамбуле. При контрольном ПЭТ-КТ от августа 2015 года наблюдается рост метаболической активности метастазов в позвонке, в печени. Пациентка получает литрозол в комбинации с пальбоциклибом. Последние она получала всего в течение месяца из-за непереносимости. И дальше в августе 2016 года снова дальнейшее прогрессирование заболевания. Множественные метастазы печени в максимальный размер 10 мм. Дальше пациентка с сентября по октябрь 2016 года получала экспериментальное лечение во Флориде, в Соединённые Штаты, высокие дозы витамина С. И здесь зарегистрирована стабилизация опухолевого процесса печени. Но наблюдалось увеличение метаболической активности метастазов в позвонке. Пациентка получала дальше гормонотерапию, фазлодекс. И с января 2017 по марс 2017 года получается 3 месяца. И по данным КТ от апреля 2017 года прогрессирование, то есть мелкие метастазы легких С8, С7, костальные плевери справа, лечение метастазов до 15 мм в печени, новые мелкие очаги. И с апреля, 6 апреля 2017 года по настоящее время она получает терапию экспериментальным методом, это вакцинотерапия на основе элтологичных дендритных клеток, нагруженных ракотостекулярными антигенами в комбинации с ксилодой, то есть метрономный режим ксилоды. И мы видим с вами частичный регресс метастазов в легких, на 20% уменьшение метастазов в печени, то есть пациентка ответила такой клинический ответ на экспериментальный метод лечения. При изучении иммунологических показателей мы видим неоднозначную картину, скажем, у пациентов с трижды негативным раком молочной железы и гормоноположительным раком молочной железы мы видим разный ответ на иммунотерапию по различным супопуляциям. И важным является, что пациенты, которые находятся на стабилизации или частичный ответ на терапию, у них наблюдаются очень интересные показатели. Снижение содержания в периферической крови Т-лимпоцитов, но увеличение активированных Т-клеток, то есть явно зарегистрирован в лабораторных тестах иммунный ответ. Снижение содержания Т-клеток может свидетельствовать о их миграции в опухоли микроокружения, а активация свидетельствует об активации иммунной системы. И пациенты, которые не ответили на лечение, у них при прогрессировании заболевания увеличится содержание Т-регуляторных лимфоцитов, те лимфоциты, которые экспрессируют увеличенное количество ПД1-коингибирующего сигнала. Таким образом, аутологичные демберитные клетки, нагруженные ракутостикулярными антигенами, могут рассматриваться в качестве палеоактивной иммунотерапии у больных метастатическим раком молочной железы с исчерпанными возможностями стандартного лечения. У этих пациентов выраженные осложнения не зарегистрированы. Осложнения первой и второй степени отмечены у половины пациентов. Также получен клинически значимый противоопухолевой эффект у 70% больных, частичный регресс у трех пациентов, стабилизация опухолевого процесса у 7 из 14, и прогрессирование заболевания в течение полутора-двух месяцев, дальнейшее прогрессирование заболевания у пациентов, которые не ответили на лечение. Иммунологический эффект в лабораторных тестах зарегистрирован у 92% пациентов. И для того, чтобы выполнять такие исследования, разрабатывать новые методы иммунотерапии, конечно же, необходимо высокотехнологичное оборудование, современное оборудование и обученный коллектив исследователей. Спасибо. Продолжение следует...